Это форте? Не должен быть тот же звук. Урок идет в Большом зале на главной сцене Детской школы искусств. Ученица 7 класса Катя Корбова и профессор Миланской консерватории Винченцо Бальцанин. Маэстро по нотам разбирает сердце поэта Эдварда Григо. Катя одна из лучших учениц души, и Винченцо ее хвалит, но просит чище подавать звуки. И так далее. Чтобы была мелодия в правой руке. Мелодия в правой руке, держать музыку на кончиках пальцев и целый зал в замирании. Винченцо в возрасте Кати в 14 начал свою исполнительскую карьеру. Сегодня на счету маэстро тысячи концертов по всей планете. Такие престижные залы, как Ласкало и Сан-Карло. И просто маленькие школы искусств, например, в русской провинции. Несколько лет назад я был в Ростове, и там встретил очень талантливую девочку. Я сказал ее маме, что они должны поехать в Италию и принять участие в конкурсе. Они поехали и выиграли. Конкурс маленький. Но такая практика бесценна для начинающего пианиста. Его видят жюри, именитые музыканты. У себя на родине Бальцани курируют несколько конкурсов профессиональных музыкантов. В родной консерватории студентов не очень много, но все они особенные. Встреча с исполнителем такой величины для любого школьника может стать судьбоносной. Эффект наблюдается буквально на глазах у нас. Несмотря на то, что каждому учащимся отпущено недостаточно длительное с точки зрения урока время, но даже в это время маэстро добивался значительных успехов. Детям это очень важно, потому что они сталкиваются с мировыми известностями, которых они могли видеть только на концертах, я не знаю, по телевидению. Маэстро начал заниматься музыкой поздно, в 9. Во всех интервью всегда с особой благодарностью рассказывает о своем втором педагоге, который помог ему почувствовать музыку. На мастер-классе в Видном в зале собрались почти все преподаватели. Урок не только для детей, но и для их наставников. Если у студента есть прогресс, его стоит двигать дальше. Но если вы видите, что ребенок по какой-то причине стоит на месте, ни в коем случае не заставляйте его. Ищите ошибки, работайте над ними. Когда ученика заставляют заниматься музыкой, прогресса не добьются и через год. А через два он вообще потеряет интерес к музыке. Бесценные советы, бесценная классика. Три соната Бетховена, в том числе и лунная, в подарок учителям, родителям и детям. Господин Бальцани сразу после концерта улетел на родину. Его исполнение, его уроки, его мудрость будут помнить еще очень долго. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok